Я как-то прочитал, иногда бывает такое, читаю Новый Завет, Новый Завет, где Евангелие, там послание, и там есть книга «Деяния святых апостолов», и смотрю, там описывается путешествие апостола Павла, который пришёл в Афины и был, кстати, очень удивлён количеством храмов и богов. Которую он там обнаружил. И он говорит им, что я по всему вижу, что вы очень набожный народ. Все, конечно, улыбались, но ещё... Как и мы с вами, правда? Мы же очень набожные. Я, например, хожу в церковь постоянно, но как к ним приду, почему-то всё «Христос воскресе» поют. Думаю, что такое это? Неужели всегда каждый день Пасха там? Или я очень редко раз в году хожу? Да. Я шучу, конечно. Чуть-чуть почаще бываю. Так вот, он встретился там с философами. А философы – это такой народ. Они очень любят праздность. Такое собраться, сесть в удобные стулья, кресла, может быть, чаёк, может, кофеёк, что-нибудь. И вот сидеть и часами обсуждать проблемы бытия. Кого бытия? Чего бытия? Это не столь важно. И вот каждый высказывает свою точку зрения, свои новые идеи, и все слушают, спорят. Ну, не жизнь, а малина. Вы скажете, для чего я, почему я об этом вдруг говорю? По очень простой причине, что эти философы-афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. Ну, ещё, старый уже надоедает. Правда, неинтересно, когда повторяют одно и то же тысячу раз. Вот так. А здесь они решили, что этот человек проповедует что-то новое. И пригласили его, говоря, давайте послушаем, что скажет этот суеслов. Вот сейчас я как раз в этой роли оказался. Что скажет этот суеслов? Вы знаете, суеслов, который так говорит, мели, мели, емеля, твоя неделя. Вот так. Но они они очень любили услышать что-то новенькое. И каждый из нас всегда спрашивает друг друга, когда встречаются, что новенького. Не правда ли? Это обыкновенная наша фраза, которая звучит, когда мы встречаемся после какого-то отсутствия. Ну, что же, если новенького, так давайте новенькое. У меня тоже есть новенькое кое-что, чем я могу поделиться. Ну, я надеюсь, что вы очень великодушны, и вы выслужите меня без того, чтобы забрасывать меня какими-нибудь там, ну, вещами или еще чем-нибудь такое. Вот так. Новенькое вот что. Я все-таки так бывает иногда. Смотрю последние известия, кое-что слышу, кое-что мне присылают, что-то даже иногда и почитываю. Но суть дела в том, что основное, на что обратил я внимание, что происходит, значит, что я слышу, что я вижу, что я читаю и что я воспринимаю от тех, с кем я встречаюсь. Что же слышу я постоянно, причем не только постоянно, а с нарастающим накалом. Все никуда не годятся. От нижних до верхних. Неважно, кто. Соседи мои. Ой, Боже мой! Друзья мои, ну, не могли бы быть получше. Чиновники, Господи! Да как только земля вообще терпит, невозможно! Выше стоящие менять немедленно! Собирают целые толпы людей, кричат, шумят, сбросить все, прекратить это, безобразие. Правда, никто не говорит, что будет потом. Главное – это убрать. А потом неважно. Всеобщее недовольство. И я понял. Вы знаете, что я понял? Ведь с христианской точки зрения я так слышал, ничто в нашем мире, как в плане личном, так в плане общественном, государственном, международном, всемирном, ничего не происходит случайно. нет случайностей с точки зрения христианской, нет случайностей ни в каких событиях, как в самых приятных и хороших, так в самых драматических и, может быть, ужасных. Нет случайностей. Нет случайностей даже в том, кто на каком месте стоит, кто на каком месте сидит, кто как и кем работает и так далее. Нет случайностей. Я, как христианин, да, понимаю это. И говорю, да до какой же поры это Бог терпит этих негодяев, этих мошенников, этих казнокрадов, этих воров, этих бандитов! И вот вдруг, вдруг до меня дошло. Оказывается, насколько я умнее Бога! Я никогда не представлял! Я думал, что Бог умнее меня, а оказывается, я умнее Бога! Куда Он терпит это? Что творится? Я и то вижу, что нужно делать! Правда же? Он не видит! Я и то понимаю! Он не понимает! Насколько я умнее Бога! И не только я, но и все мои собратья, все мои знакомые, и всех тех, кого я слышу, кого я вижу по телевидению, кого там по радио, в журналах, все, все вижу! Насколько все умнее Бога! Все критикуют, все ругают, все требуют изменений, требуют чуть ли не революции, новых Майданов и так далее! Сделали Майдан там, в одном месте! Не буду говорить, какой! И ахают все! Господи Боже мой, да что ж это такое? Да за что же это нам? Я довольно часто передаю одну из историй, которая произошла в VI столетии, это очень давно, сейчас 21-е, полторы тысячи лет тому назад, как там однажды, однажды в Византии произошел государственный переворот и захватил власть. Жестокий человек, ну, просто какой-то изверх, он такие совершил казни, может быть, напомню, кто не слышал, просто какой-то, знаете, садист на глазах, например, императора, прежде чем казнить его, он, приказав до нога раздеть его сыновей, несколько человек, и копьями загнать в костер! И сидел, наслаждался! Вообще ужасы творили страшные! Он был главнокомандующим там армии и совершил переворот. И вы знаете, когда это дошло до одного святого человека, он, как и все святые, кстати, чем характеризуются святые, отвлекусь на одну секундочку, чем характеризуется христианин, христианство? «Потому узнают мои ученики, что вы имеете любовь между собою». Где это вы видели сейчас любовь между собою? Все друг друга только и осуждают. Никто не любит друг друга. Это поразительное явление. Христианство прямо куда-то исчезает совсем. Никто не любит. Беда! Так вот, этот человек святой, у которого в душе действительно любовь была в душе, не просто к кому-то такое. Это мы выборочно можем любить и котеночка, и собачку. Но не к человеку, правда. Так? А просто любовь в сердце человеческом. Он, услышав об этих ужасах, молился так, как только мог. И под утро ему был удивительный голос. Он услышал одну только фразу, так и она и была ему сказана, только одна единственная. А он молился о чём? Очень важно для нашего времени, для нашего времени, ой, как это важно! Он перечислял Богу. Господи, да посмотри, сколько храмов в нашей православной византийской империи! Сколько монастырей, сколько монахов, монахиней, сколько духовно-просветительных центров, школ, ну, православие, понимаете? Всё наполнено православием. За что же это нам? Такое наказание! Что случилось? И голос. Иискал худшего, но не нашёл. Он был потрясён. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Худшего кому? Нам? Православным? Верующим? Когда всё наполнено, все крестятся, все молятся, искал худшего, но не нашёл. И вот тут ему только открылось. Только тут он понял, наконец, я вижу одну внешность, одну форму. вижу эти храмы, монастыри, вижу крестящихся людей, которые ходят в храмы. Вы знаете, у нас до революции, например, так каждый чиновник обязан был, слышите? Обязан представить справочку о том, что хотя бы раз в году – это уже тяжкий, конечно, крест, ну, ничего не поделаешь. Один раз в году поисповедаться и причаститься. Ну, можно и купить эту справку, конечно, ну, смотря... Ну, надо поискать только батюшку, конечно, соответствующую, который даст тебе справочку. Слышите? И что же увидел этот человек, этот святой, что он видит только внешнюю речину, форму православие, а душ человеческих он не видит. Он не видит душ человеческих. Вот это откровение! Как мы часто поддаёмся на эту внешность! Как мы часто превращаем религию, православную религию, религию Христа, который сказал блаженный чистым сердцем, а не этими внешними всякими вещами. Как часто мы поддаёмся этому и потому, потому, по одному из духовных законов, как люди слепые, как поэтому люди, не имеющие постоянно согрешающие, по закону одному, чем больше человек согрешает, тем меньше остаётся в нём, в его душе любви к людям и ко всему вообще на свете. Это один из потрясающих законов! Вот, оказывается, в чём причина того, когда начинают всё больше и больше кричать, шуметь, ненавидеть, не любить, потому, что, оказывается, жизнь идёт совершенно не христианская, не соответствующая никаким заповедям Христа. И это происходит тогда. Этот святой увидел, насколько он слеп, а что всё в мире это совершается действительно по духовным законам жизни. И эти духовные законы непоколебимы, как и законы физического мира. Ну, ничего не можем мы сделать с законом тяготения. Ну, правда же! Пытаются некоторые прыгнуть из окна и лететь, как птицы. И понимаете, что бывает? Так и здесь тоже в нашей жизни происходит точно то же самое. Одной из важных проблем, чрезвычайно важных для нашего времени сейчас является наконец увидеть и понять, понять, что всё происходящее в моей личной жизни, в нашей жизни и так далее, во всех масштабах, не случайно, нет случайностей, а происходит в силу, в силу того духовного состояния, которым наполнены наши души. Как это важно понять? Вы знаете, как много мы себя расстраиваем, как много мы лишаем себя даже спокойствия, я уж не говорю радости жизни, спокойствия в жизни только по той причине, что постоянно возмущаемся всем направо, налево, во все стороны, совсем забыл о другом, только один я хорош, Господи, все вокруг меня совсем не то. Это ужасное состояние, это духовное состояние. Вот мы говорим, говорим, как нам понять, духовное состояние мирянина сегодня, и вот я думаю, все мне плохи, один я хорош. Все! Подписал себе, ну уж если не совсем смертный приговор, то, по крайней мере, очень тяжелый. Какой же? Какой внутри скрыто у меня самомнение! Вы подумайте, ведь когда я осуждаю других, что я говорю на самом деле? Я бы такого не сделал! Правильно же? То есть, насколько я лучше и выше этих всех чиновников, этих, да всех, кого угодно, я бы такого не сделал! Я бы... Эх ты! Мелочь пархатая! Вот она, одна из характеристик, которая действительно одна из язв, один из тяжелейших грехов, который поражает сейчас наше сознание. В чём я ничего не делаю, я никого не убиваю, я никого не граблю, я не ворую, и так далее, я не, 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 я хороший человек! Вот, посмотрите, что такое духовное и что такое эти вещи, я ничего не делаю! Вот это только, если хотите, самомнение внутреннее, скрытое, когда я всех осуждаю, и если хотите, я не люблю никого! свидетельствует о моём духовном состоянии! Вот он, источник, из которого вытекает это моё отношение ко всем людям, ко всему миру, ко всему происходящему! Я умнее Бога! И куда ты, Бог, только смотришь, что творится в мире! Ещё раз напоминаю, не Бог творит это с нами, когда даже что-то происходит! Надо запомнить, всё-таки интересный христианский взгляд на всё происходящее! Не Бог творит это! Не Бог ломает руки и ноги тому, кто прыгает с какого-то этажа! Неужели мы не понимаем этого? Бог это творит, а не кто? Такой естественный закон! Закон природы! Не прыгивайте, акрильев нет! Ты ходи, а не летай! Так и в области нравственной жизни, в области духовной жизни не Бог тебя наказывает! Его наказывает! Меня-то за что Бог наказал? Его-то я знаю! Его и надо так! Его! По делам ему! Ему! Вот когда у меня случается, за что же это, Господи? Такого праведника! По закону духовному происходит всё вот то, что мы видим! Выход! Вывод! Какой же? Какой вывод? Не прыгай! А ходи по лестнице! Ну, на лифте, если тебя позволили, так будет! Не прыгай! Не нарушай этих законов! Наше духовное состояние, оказывается, приводит нас и человека, и общество, и народ приводит к тем событиям, которые подчас, конечно же, нам совсем не нравятся! Итак, вот видите, какое открытие вдруг неожиданно совершилось! Что же совершилось? Я всё время думал, что я умнее Бога, а теперь я начинаю понимать, что Бог умнее меня! Тому праведнику и было сказано, искал худшего, чтобы показать ему, но не нашёл! А ты слепой, не видишь души человеческой, не видишься духовного состояния людей, и потому у тебя начинаются от подобного рода недоумения, а то и возмущения, которое происходит нашей жизнью! Наша беда, знаете, какая? Мы сейчас просто вообще перестали понимать, зачем мы живём! Ну, и без этого же нельзя! Мы говорим о духовном состоянии, но одним из самых, самых таких важных моментов, определяющих наше духовное состояние, это моё понимание! И так вот я живу, так и для чего? Ну, нельзя же жить так, как живёт весь животный мир! Они не думают, кошечки и собачки, слоны и дельфины, зачем они живут! Поэтому мы не говорим о их духовном состоянии, а человек – разумное существо! И он, человек, каждый, определяет свою духовность! Слышите? Человек определяет свою духовность! Не Бог даёт! Бог может только ответить на человеческие деяния, только ответить! Но творим эту духовность свою! Мы сами! Мы сами! И прежде всего, если хотите, правильными взглядами! Как важно иметь верный взгляд хотя бы! Если бы только человек прекрасно понимал, вспомнил бы, что его жизнь – это, знаете ли, как вот пишет апостол, это как пар! Пар поднимается, знаете, утром, как туман, и рассеивается, как искорка, которая вспыхнула и исчезла! Итак, каждый из нас – зачем эта искорка вспыхивает? Зачем это у меня? Зачем живу? Первый важнейший вопрос, который каждый человек должен для себя решить! Именно, прямо что решить! Итак, кто я? Зачем живу? Христианство открывает человеку перспективу жизни! Говорит, человек, ты как личность неуничтожим! И тебе открыта бесконечная перспектива жизни! Причём, не какой-нибудь жизни, а такой жизни, о которой апостол сказал, око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог, любящим его! И для этого, и для этого совсем не нужно ни есть, ни пить, ни спать! Да нет, пожалуйста же, говорит христианство! Ешь, пей, спи, но не объедайся, не напивайся, и так далее, и тому подобное! главное, характеризующее христианина, главное начало – совесть! Совесть! Причём, не только в поступках, а на что мы совершенно, к сожалению, совсем не обращаем внимания, совсем не обращаем внимания, и что является буквально основой и источником нашего или блага, или напротив, против нашего падения, и на что святые отцы непрерывно просто говорят и указывают. Наши мысли, ум на что направлен, мысли наши! Есть такой замечательный подвижник, он XX века, архимандрит Фаддей Витовницкий такой, он, хотя и отсюда, потом в Молдавии был и за границей, и он сказал такую фразу – какими мыслями мы заняты, такая у нас и жизнь! Мыслями мы видим, на что мы направлены, о чём мы думаем, о чём мечтаем, к чему мы стремимся! Как это важно! Так вот, христианство, православие, правда, уже христианство сейчас сказать, вы знаете, очень, очень это неопределённое. Если вы посмотрите, что творится на Западе с христианством, то вообще, скажите, там вообще его практически нет. Превратили в идеологию, чистой земной проблематикой, больше ничего. Так вот, христианство призывает человека, призывает человека немножечко вспомнить о Боге, о вечности, о том, что вот-вот принадлежит каждому из нас. Когда? Кто знает, когда? Есть утренние молитвы замечательные. Внезапно судья приидет, и каждого деяния обнажаться внезапно. Внезапно! Это хорошо ещё, если человек немножко поболеет, раскается и поймёт, что вот наступил тот момент, которого никто не избежит. Никто! Можем сейчас хохотать, смеяться, всё, нам море по колено. Никто не избежит! и подошёл. Посмотрите, что творится с людьми перед тем, как открывается смерть. У меня это был муж моей двоюродной сестры. Он был военный. Попал в плен. Их приговорили, их несколько человек. Молодые ребята, 20 с чем-то лет. Уже поставили к расстрелу. И он говорит, один из наших, 27 человек, моментально побелел, волосы побелели, как лунь, посидел моментально. Когда смерть приходит, слышите, пока её нет, хи-хи и ха-ха! А когда она, вот она подходит, они потом просто отложили в данный момент расстрел их, и благодаря этому они смогли убежать. А так уже поставили. Всё! Моментально посидел человек. Ну что вы! Внезапно судья приедет, и каждого деяния обнажаться, и никто этого не избежит. Неужели трудно об этом это понять? Важно же понять, что смысл жизни состоит не в этом миге. Тебе никто и не мешает тут жить. Христианство не мешает жить здесь, этой жизнью. Причём какой? Полноценной жизнью. И ешь, и пей. Не греши только. Не греши против совести. И больше ничего. Больше ничего не нужно. А если вы хотите, хотя бы немножко, чтобы была хоть какая-то элементы духовной жизни в нашей душе, то, конечно, есть целый ряд моментов, о которых нужно, нужно, конечно, помнить. И прежде всего, прежде всего, может быть, стоит сказать о тех практических моментах, шагах, поступках, которые совершаются в нашей жизни у каждого человека. Целый ряд есть таких моментов. Первый – мы все работаем. Как относиться к этому? Вы знаете, есть страшные слова пророка Иеремии. Проклят всяк, кто делает своё дело Господне с небрежением. Часто мы думаем, дело Господне – ой, я пойду в церковь работать. Пришёл в церковь работать на «Жигулях», вышел из церкви, потом на «Мерседесе». Он в церкви поработал. Слава тебе, Господи! Да? Об этом разве речь идёт? В церкви надо работать! Каждый, на каком бы месте ни работал, хоть на тракторе, хоть на министерском кресле, дело разве в этом? Дело в другом! Как важно, и чем жил наш всё-таки народ? Почему он был велик и силён? Он к тому делу, на котором оказывался, он носился так, как порученное от самого Бога. От Бога, оказывается, мне поручено, а не просто от людей. Вы подумайте только, когда нас какой-то очень высокий человек попросит что-то сделать, мы, наверное, постараемся сделать как можно лучше, не правда ли? От Бога нам поручено делать то, что мы, вот, каждый на своём месте делает. Представьте себе, как я буду относиться к этому. можно швырком, можно обманывать, можно лукавить, можно не делать. И, напротив, когда это от Бога мне поручено, какое отношение? Вот один из практических моментов, который прямо уже указывает, вы хотите всё-таки какова духовная жизнь христианина, а вот, в частности, какая! Вы знаете, вот такое отношение, что если по совести к тому, что поручается, то, чем промыслом Божиим я, оказывается, занят, уже здесь я характеризую себя, я наполняю себя вот соответствующим духом или духом правдивости, истинности, если хотите, святости или, напротив, лукавства, обмана и лжи. Вот и вся моя духовность. Вот один из элементов, который уже, уже характеризует меня как человека и моё духовное состояние. Какого? Мирянина! Нет, я вовсе не в церкви! Я где-то такой на работе сижу! И больше ничего! Но я как по-разному могу относиться к этому! Ещё момент! Я не могу молиться! Мне некогда молиться! А вы знаете, что без обращения к Богу вообще духовную жизнь невозможна! Бог есть дух! И в человеке есть дух! И духовность человека, она в конечном счёте определяется характером связи моего, меня с Богом! И это осуществляется в молитве! В молитве осуществляется! А не как-нибудь! Каким же образом? А я встал на молитву и весь улетел тут же! Да и некогда! Да и люди! Да и дела! Да и лень! Всё на свете! Что делать? Что делать? Практически! Вы знаете, не будем витать в облаках! А то, знаете, можно насоветовать такое! Надо делать столько поклонов, надо вычитывать то-то, надо делать то-то! Это практические советы! Какие дают? Дают мудрые, действительно разумные люди! Верно! Все мы в суете, как белка в колесе! Как же быть? И вот совет! Вспомнили? Когда? Средь бела дня! В любом месте! На работе! Где угодно! Вспомнили? Остановись, человек! На дну две минуты! Минуты! Слышите? Может, отойди от всех! Выйди, может быть, из учреждения куда-то! На дну две минуты! Две-три! И от всей души скажи! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Прости меня! Я сейчас только обругал от своего сотрудника! Прости меня! Помоги мне больше этого не делать! Надо делать себе вот эти паузы! Из этой страшной душной комнаты выйди! Вздохни! Одну-две минуты! Скажи два-три раза! От всей души только скажи! Господи Иисусе Христе, прости меня! Помилуй меня! Как можно чаще человек... Делай вот так! Минутные! Буквально минутные моменты! Разве это много? Что, надо тебе остановиться на целый час, что ли? Вычитывать молитвы какие-то надо? Нет-нет! Вот всего только пять слов! Но от всей души! От всей души! Действительно попросить прощения! Действительно! Вот тебе начинается контакт! Контакт буквально нашего Духа Человеческого с Духом Божьим, с самим Богом! Вы знаете, вот этот совет имеет чрезвычайно большое значение в нашей жизни! Это же практический совет! Это ни к чему у нас, ну, ни к чему не обязывающий! И никто не скажет, мне некогда сходить в церковь, да, и помечтать там в храме, постоять! Конечно! Мне некогда вычитать молитву! Они очень длинные, я их не понимаю! Они на таком языке славянском и так далее! Хорошо, хорошо! Пожалуйста! Это ты можешь делать или нет? Человек, покажи себя, пожалуйста, что ты хочешь! Один из великих святых, Макарий Великий, знаете, что сказал? Какую фразу? Какую? Что он только сказал? Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни миряне! Вот это да! Кто ж ему нужен? А ему нужно искреннее намерение человека! И это искреннее намерение, которое проявляется у него вот в этих мелких даже шагах, он принимает как самое дело! Кто же у нас отнимает это намерение? Кто может сказать, что у меня нет времени совсем, я не могу? Кто? Никто! А что? Лукавство и лень! Намерение! Покажи, человек, что ты хочешь! К чему ты стремишься! Ну, покажи! Выйди сейчас! Одну-две минуты! Скажи от всей души! И как можно чаще это делай! Вы знаете, многие, очень многие страдают от чего? Просто душевные страдания! Постоянная суета, неразбериха, тот ссор, разговор, осуждение! Постоянно! Вот эти минуты, эти мгновения, если хотите, жизни, которые он открывает сам для себя, являются для человека спасительными в полном смысле этого слова! Потому что здесь он кается от всей души, прибегает к Богу и получает прощение! И прощение получает! Вот что! И действительно соединяется с Духом Божьим! Конечно, я понимаю, что мы сейчас стоим в нашей жизни не сейчас, а всегда перед очень многими проблемами, но поскольку у нас вот такая музыка сейчас, видите, начинается, то я лучше зачитаю вам, что пишет один из святых, Исаий Отшельник, который очень прям нам ко всем относится! Вот к чему он призывает! К самым простым вещам! Он пишет, не спорьте друг с другом, ни по какому поводу! Правда, интересно? Не спорьте друг с другом, ни по какому поводу! Не говорите худо ни о ком! Ой, какой добрый совет! А мы только слыхали, что сделал-то! А она-то! А он-то! Не говорите худо ни о ком! Не судите ни о ком! Не осуждайте и не унижайте никого! Ни словом, ни в сердце! Слышите? То есть про себя даже! Отнюдь не ропщите ни на кого! Не подозревайте никого в каком-либо зле! Вы знаете, какие простые вещи-то! Просто внутренне себя, не давать себе вот эти гадости развиваться в самом себе и больше ничего! Ну, зачем же это говорить, всем рассказывать о том, кто-то сделал что-то плохо? Ну, зачем? Прикуси свой язык несчастный! Простые вещи же советуются-то какие! Самые необходимые! Он пишет! Не питай в сердце твоем злобы ни на кого! Иначе все труды твои о благочестии будут напрасны! Какой великий совет! Избави Бог питать зло какому-нибудь другому человеку! Тогда ты приговорил себя к полному опустошению! Всё! Ибо где зло, там Бога нет! Надо запомнить же это! Невозможно сочетание Бога и зла! Ибо Бог есть любовь! Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми! И посылает дождь на праведных и неправедных! Вот кому должно, если хотите, следовать Богу самому, а не кому-либо даже! Ещё два слова хочу сказать о молитве, о которой мы заговорили с вами! Не будем обманывать себя! Мы постоянно занимаемся самообманом, говоря о молитве! Это просто какая-то... Это просто бич! Бич! Страшный бич! Моровая язва! Вычитываем молитвы! Приходим постоять в храме! Или молимся только о том, когда действительно нас прижмёт что-нибудь, какая-нибудь болезнь или какой-нибудь случай такой тяжёлый, тогда мы взбываем! Ой, Господи, помоги! Как всё хорошо, и ты, Бог, нам не нужен! Гром не грянет, мужик, не перекрестится! Надо помнить замечательные слова нашего святителя Игнатия Брянчанинова, этого великого святого, который дан был русской церкви действительно в XIX веке. Он прямо сказал, Молитва без внимания – это не молитва! Она мертва! Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие! Неужели это трудно понять? Вы слышите, что творится-то? Душевредное! Не слава тебе, Господи, а помолился, сходил к обедне, всех рассмотрел и всех осудил! А душевредные, оскорбительные для Бога пустословие! Вот это да! И это надо помнить! Ради Бога это помнить! И не обманывать себя! Мы молимся только тогда, только в тот момент, когда совершаем молитву с вниманием! Если этого нет, надо запомнить, что я сам себя обманываю! Бог-то видит, молюсь или нет! Ему не нужно это вычитывание, как язычники произносят! Помните в Евангелии, что говорит Христос? Они думают о язычниках в многословии своем быть услышаны напрасно! Напрасно! Богу не нужны эти слова! Дай мне сердце твое, а не слова! А сердце только тогда, когда действительно есть внимание! Когда внимание! вы скажете, не могу! Не могу! Рассеиваюсь тут же! Правильно! Верно! И что же? В том и сказывается человек, ловит ли он опять это внимание, понуждает ли себя к этому, к вниманию, или не понуждает! Понаеженный, как поехала, молитва сама по себе, а я сам по себе! Вот где сказывается сам человек! Совершает он с вниманием эту молитву? Или без внимания? Рассеялся – опять! Ушло внимание – опять борьба! Царство Божие силою берется! И его получают только те, кто совершает это усилие! Опять это относится к кому? Ко всем! Ко всем! И к священству, и к монашеству, и к мирянству! Нет молитвы там, где нет внимания! Попробуйте, придите к кому-нибудь с какой-нибудь просьбой к начальству и начните разговаривать, отвернувшись от него! Отвернитесь от него и разговаривайте там! Ах, а вот тут кошечка у вас, а тут цветочка у вас! А вы что пришли? И за дверь Василия Блаженного однажды спросили, он был от службы к празднику, спросили, а народ-то много в храме? А народ-то было полно! Он ответил, два человека только! Вот, оказывается, чем мы занимаемся, как молимся! Ему открыто было, что стоят в храме полно, а молятся-то всего два человека. Молятся в чём как? Понуждают себя! Обращая... Вы знаете, не удивлять, что внимание рассеивается, это неудивительно! А понуждает себя человек в молитве! Улетело внимание? Опять вернись! Улетело? Опять верни! Два человека! А остальные привыкли, привыкли уже не молиться, а или болтать молитву, простите! Да! Или вообще ничем не заниматься! О, какое это страшное дело! К одному так пришёл один монах и сказал, я имею непрестанную молитву! А ему этот ответил старец, нет у тебя никакой молитвы! Ты просто привык к словам молитвы, как привыкают к ругане! Слышали? Все, как привыкают к ругане? Что ни слово, то и ругань! Так и здесь же! Госприз, христи, 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 христи! А к Богу-то и не обращаются! Вот ни о какой духовности нашей, каждого любого человека, не может даже идти и речь, если мы не будем стремиться к тому, чтобы сохранять внимание, насколько можно! Может быть, мы за час, я не знаю, сколько, три-четыре раза, может быть, только успеем поймать своё внимание! Вы знаете, вот это понуждение себя к молитве, знаете, что это такое? Скажу вам! Однажды Христос сел напротив сокровищницы храма, в который иудеи делали вклады. Каждый клал какие-то деньги, причём клал открыто это, понимаете? Там было открыто. И вот подошла одна, как оказалось, эта вдова очень бедная и положила всего там две копейки. Христос обращается к ученикам и говорит – вы видите? Эта женщина положила больше всех! А там некоторые вносили большие вклады, посмотрите! Больше всех! И вы знаете, вот если мы действительно будем стараться, хотя молитвы наши рассеянные, опять понуждать себя, опять понуждать себя! И если вот эти вот копейки, если мы будем вот вносить в эти, они могут оказаться дороже очень многого! Много! Когда часами могут совершать богослужение, совершать, знаете, без смысла и без внимания. Копейки! Копеечки эти надо нам собирать! это будет собирать нашу духовность, это будет давать нам действительно твёрдые, твёрдые основания к нашей христианской жизни! Расскажите, пожалуйста, как простить человека? Если бы мы немножечко посмотрели бы на себя, какие гадости мы подчас делаем, и не обязательно это внешне, а внутри себя какие, то, наверное, мы бы застыдились, сказали, Господи, я ещё хуже! Мы не видим себя никак! Мы постоянно оправдываем себя! Когда однажды к одному великому, великому, по-моему, именно великому, не помню точно, кому собрались монахи, буквально сотни тысяч, и сказали, Отче, скажи нам наставление! Он сказал «Никогда не оправдывайте себя! Ибо в противном случае вы никогда ничего не получите!» Если бы только мы понаблюдали за собой, за своими мыслями, за своими желаниями, за своими отношениями к другим людям, то, наверное, мы бы так прикусили бы свой язык и своё сердце, что во веки веков бы, наверное, не смогли бы никого, никого осудить или проявить ему злобу и не простить его! Если мы не прощаем других, то и нам прощения не будет! Христос целую притчу замечательную сказал! Причём, что сказал? Что он сказал? Один был должен 10 тысяч талантов! Таланты! Таланты! Если серебра – талант, то это 26 килограммов серебра! Если золото – золотой талант, это 50 килограмм! В притче, правда, он не сказал, какие! Достаточно серебряных! Если 10 тысяч, помножите на 26 килограмм! Так? Понятно? Тот начал упал, умолять! Всё! И простил ему Бог! И этот прощённый вдруг встречает, который должен ему там 100 рублей! И давай его душить! Давай! Пока не отдашь, я тебя в тюрьму! Поняли, к кому притч-то относится? Я не прощаю другого, который должен 100 рублей мне! Мне, если посмотреть, какие гадости только я творю за свою жизнь! И во веки веков не рассчитаться! Поэтому признак непрощения – какой? Это нехотение увидеть себя, какой я есть на самом деле! Понаблюдать надо за своими мыслями, чувствами и желаниями! А может быть, и делами! Неплохо вспомните, какие делишки мы проделывали! Вот единственный путь, на котором я действительно смогу не только не просить, я не только простить могу, но и даже мне осудить будет стыдно этого человека! Стыдно просто будет осудить! Помните дедушка Крылова? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Вот здесь, только на этом пути, мы действительно можем, можем действительно от всей души простить человека! Господи, да! Поступил скверно! Один раз! Как сказал один святой! Знаете, сказал... Очень интересную вещь сказал! Когда его спросили, можно ли простить убийцу, он один раз только совершил убийство, а я каждый день совершаю убийство своей души! Вот путь и средства, на котором действительно можно простить другого человека! – Подскажите, какие есть святоотеческие советы по стяжанию, научению любви к ближнему и к Богу? Что означает «всех люби и всех беги»? – Ну, во-первых, «всех люби и всех беги» – это было сказано Арсению Великому. Арсений Великий – это был вельможа, вельможа, причем близкий к императору, и вот представьте себе! Занимал такой пост и сбежал! И куда сбежал? В пустыню! С мягкой одеждой и хоромом! Сбежал в какую-то, знаете, пещеру! Да, вообще, вот были сильные люди! Просто диву даешься, конечно! Удивляешься! Могучий дух был у людей и сила воли колоссальная! Дело вот в чем! Потому нет любви, что мы слишком себя хорошими видим! И чем более лучшим я вижу себя, тем более худшими являются все другие! Ведь мы с чего и начали сегодня разговор с вами? Все хуже меня! И сам Господь, Бог даже не понимает, что только творят эти все люди! Один я хороший только! видение себя дает возможность человеку действительно тогда понять, понять и снисходить, быть великодушным к промахам, грехам, и, если хотите, даже преступлениям других людей! Только не смешивайте, пожалуйста, осуждение и рассуждение! Я могу быть великодушным к пьянице, который уже алкоголик совершенно, но это совсем не значит, что я буду предоставлять ему все возможности пьянствовать или возьму его на работу, к себе, на винный склад! Представляете, алкоголик! Это же, ну, мечта да и только! Правда? Я же никогда этого не сделаю! Естественно! Но осуждать не буду! Избави Бог! Он пьяница, а я блудник, а я обжора, а я обманщик! Слушайте, надо же! Не смогу я осудить его! У меня язык не повернётся, потому что я знаю! Поэтому я с великодушием отнесусь к этому человеку! Вот путь! Путь познания себя! Недаром один из святых, Исаак Сирин, так и сказал – блажен, кто познает себя! Это познание, то есть вот этих своих гадостей, которых у нас полно, это познание является основанием и корнем всякого блага для его жизни, для его деятельности. Мы не хотим на себя посмотреть! Вот у нас! Да чего ж мы себя никак не любим, а? Никак мы не хотим в зеркало посмотреться! Ну, что ты будешь делать? А почему не хотим? В зеркало души посмотреться! Ой, страшно! Там я вижу то, чего никак не хочу видеть! Никак не хочу! Я же хороший! А зеркало вдруг мне покажет обезьяну вместо меня! Вот так! Вот путь, на котором только мы действительно сможем. Это одно из важнейших положений, на котором мы сможем действительно относиться с любовью к каждому другому человеку. Православие призывает человека к святости. Кто с православной точки зрения является святым, как стать святым? Не больше, не меньше! Начали с духовности, кончаем с святостью! Осталось ещё духовное только совершенство! Да. Вы знаете, если вы хотите знать, знать, что говорят по этому поводу святые отцы, то скажу вам, могу сказать коротко, могу сказать длинно, конечно, да, как хотите, но только нас тогда выгонят, отсюда скажут слишком долго, вы будете говорить. Мера святости измеряется мерою смирения, которого достиг человек. Так, ясно? Неясно? Что это такое за смирение? О каком смирении идёт речь? Что это такое? Слышите? мерою смирения, не любви, потому что любовь является только плодом смирения, а мера святости измеряется мерою смирения. Что под смирением, разумеется? вот это вот познание себя, о котором только что мы сейчас говорили. Познание чего? Очень простого. Я думаю, мы все с вами это сумеем сделать. А почему? А вот будем загибать просто пальцы. Нельзя осуждать. Ты можешь не осуждать? Ну, нет, конечно, ну, не могу. Можешь не тщеславиться? Ну, нет, это вы уже слишком. Можете заниматься болтологией, празднословием? Ну, конечно, это немыслимо. Может, и здесь сесть за стол и не объесться, когда вкусный? Ну, знаете ли, это слишком уже. Как пишет, помните, англесичник назвал одно из своих слов, назвал так, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. И так не может, нет, не могу. Господи, вы знаете, чего не коснись? Не могу. С какой стороны? Любую возьмите заповедь, ну, просто любую заповедь, любую, какую угодно. Не могу. Всё. Так, прости, если ты ничего не можешь, или ты ничего... Что такое? Ты ничего не можешь, оказывается. И что же ты хочешь? Понимаешь? Вот откуда рождается смирение. Откуда, если проще говорить, тот, кто хочет действительно познать себя, он должен проверять себя не какой-то отвлечённой общечеловеческой моралью, а Евангелием. Евангелием должен проверять себя. У Честертона... Это не святой, нет, нет, да, это не святой, это английский автор. Есть такое выражение – гордый всё примиряет к себе, а не к истине. Так вот, для нас истинно является евангельское учение о том, какими мы должны быть. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, есть! Сказано так, вот заповеди даны, надо сравнивать свою жизнь с заповедями. С заповедями. Вот у меня пришла дурная мысль. Ну и как ты? Ну как? Я вовсю развиваю. Сон даже пропадает. Вот как! А разозлюсь – о, Боже мой! Тут вообще давление поднимается, говорят. Одна зависть только что с нами делает. Да ничего не можем! Только надо посмотреть же честно в это зеркало, сравнить свою жизнь с Евангелем, сравнить! Вот откуда рождается смирение. Смирение – это что такое? Это объективный, слышите, прямо объективный взгляд на себя. Кто я есть? Кто я есть? Я не завидую, не осуждаю, не тщеславлюсь, не горжусь, всех люблю, всем прощаю. Да? Ах ты! Вот откуда... Вот что такое смирение! Вот что такое смирение! А не смирение, чинье, которое часто играют. Смирение – это познание себя, честное, открытое. Я ни перед кем не буду говорить, я перед Богом покаюсь. Самым главным, так и быть, уж батюшке скажу, батюшке, знаете, вот мужчинам очень хорошо исповедуются, женщинам не знаю как, а мужчины, знаете, как исповедуется. Грешен батюшка! Вот так! Нам очень удобно в этом отношении, даже здесь легко. Вот что такое смирение! Поняли, что такое? Это познание себя, видение, что, оказывается, я не могу ничего исполнить. А что такое исполнить? Это же не Бог требует от меня! Богу это не нужно! А зачем это исполнять? Знаете, зачем исполнять? Чем больше я ненавижу, чем больше я завидую, кто страдает больше? Я! Страсти – это страдания же! Всё, что названо грехом в Евангелии, это есть раны, которые человек наносит себе! И Бог только умоляет и говорит – не делай себе этого, голубчик! Что ты делаешь? Не делай себе! Вот что такое грехи-то! А то думают, Бог это запретил? На тебе, да! Эх! Как хорошо бы гордиться! Как хорошо тщеславиться! Как хорошо ненавидеть! Как хорошо завидовать! Да? Какая глупость просто! Бог только предупреждает! Заповедь – это предупреждение, а не повеление! Не делай себе, человек, этого! Не ходи по битому стеклу босиком! Не ходи! Вот и всё! Вот что такое заповеди Божии! Предупреждение, а не приказ! Так вот, это надо помнить, что, оказывается, если мы только посмотрим на себя, сравним себя с заповедями Евангелия, то, даст Бог, мы смиримся! И будем по отношению к другим уже людям! Совсем другими! Будем не осуждать! А скажем, почешем затылок, да, он-то, аня жадюга! А я-то лучше и говорить не буду, кто есть! и помолчу! Смирение – великое дело! Поэтому, простите за долгий такой ответ, рассуждение, ну, ну, вот, не умею говорить, ну, что делать? Свят тот в той степени, в какой он увидит себя и смирится. Ибо смиренным тогда со смиренным и Божий Дух соединяется, смиренного Бог исцеляет, делает его здоровым, здоровым его делает. А здоровье – это что такое? Проявляется в чём? Человек начинает любить всех! Всех! И больных, и здоровых, и добрых, и злых, и честных, и бесчестных! Всех! Вот, оказывается, святость на чём строится! На познании себя, на смирении! Чем отличается толстовское непротивление злу от христианской крутости? И что делать, если на твоём смирении начинают паразитировать? Ну, во-первых, на моём смирении паразитировать – это просто, видимо, написали, ещё не знали, что такое смирение. Смирение просто. Вот. Вот так. Не знали просто. На самом деле, ведь на смирении моём никак невозможно паразитировать, когда я вижу себя, осознаю, понимаю и, соответственно, веду себя. Вы не думайте, что если я вижу, что вижу себя, так, и отношусь великодушием к другому человеку, совсем не значит, как я уже вам сказал, что я возьму пьяницу работать на винный склад. Совсем не значит. Смирение даёт возможность рассуждения. Не будем путать эти вещи. Осуждение и рассуждение. Смирение не отнимает рассуждение, а, напротив, даёт возможность объективного взгляда на других людей через призму познания себя. Ну, а Толстовское – это непротивление злу насилием. Если мы не будем противиться злу, во что превратится наша жизнь? Давайте не будем противиться убийц, насильников, бандитов. Не будем. не будем противиться. Во что превратится общество моментально? Вот вы знаете, что вот сейчас вот только объявили бы, на один час, сказали, прекращается действие всех законов. На один час. В любом государстве. Да, наверное, от него бы ничего не осталось. От этого государства. Это же совершенно же безумная идея. непротивление злу насилием. Другое дело злому. Опять-таки, святые отцы говорят – нет добродетели без рассуждения. Вы слышите? Нет добродетели без рассуждения. рассудительность. Это что такое? Это действительно желание добра человеку. Вот вам пример. Например, ювенальная истиция. Пожалуйста, не наказывайте ребенка, дайте ему полную свободу. Пусть он поступит так, как хочет, и развивается, как хочет. И вот мне рассказал один мой знакомый, такой мощный, да, он так был королем молодежным, но он стал диаконом. Вот однажды он едет в автобусе, и один молодой человек ведет себя просто ужасно, нахально. Когда ему замечают, что вы делаете, а мне мама все позволяла делать, я привык так делать. а это значит, говорит, я злюсь, я же диакон, как мне быть? Не будь я диакон, я бы сейчас был. И нашел выход. Друг встает, подходит к нему, мальчик такой, хороший, схватил его за нос, подтащил к двери, тот орет, визжит, попросил открыть двери и выбросил его. Аплодисментами встретил весь автобус. Что такое непротивление злу? Если мы будем давать свободу злу, то во что же превратится наша жизнь? Вообще, я вам скажу так, Толстой очень хороший писатель, но очень неумный. Это поразительно неумный. Что вот, например, я у вас спрошу, вы знаете, кто такой Гомер, например? Или Ады, Одиссея, Гомера? И вот сейчас какой-нибудь, какой-нибудь стал бы, взял эту книгу и сказал, что за чушь такая, какие-то боги, какие-то приключения, что за безобразие, давайте исправим, вычеркнем это всё. Что бы мы сказали на этого человека? Скажите, что бы мы сказали? Не правда ли? Как ты можешь? Что сделал Лев Николаевич? Взял Евангелие и начал черкать его. Это здесь не так, это вот это не то, это нужно исправить, это неправильно, это что такое? Это что такое? Мы получаем сочинение студенту, ну, допустим, паршивое, негодное сочинение, но когда мы его цитируем, мы приводим точно его слова. Правда ли? Не посмеем исправить. Мы потом можем прокомментировать, сказать, сказать, что это, голубчик, ты уже заехал туда, куда сам не знаешь, что ты пишешь. Правда ли? А он что сделал? Черкает. Этот Иисус ошибся, видите ли? Он лев, но он-то всё понимает. Сейчас то же самое сделал другой великий человек. Сейчас. Лев Николаевич тогда был. Так? А теперь сейчас сделал другой человек. Великий, на весь мир известный человек. Взял и исправил молитву Отче наш. Говорит, там непонятно, что это написано, и не веди нас в искушение. И он взял и исправил. Исправил это. И дай нам, что не впасть в искушение или что-то. Как ты смеешь это делать? Ты можешь комментировать сколько угодно. Ты, пожалуйста, объясняй! Но взять и исправить текст... Я говорю, даже студента я не могу это сделать. А здесь Евангелие исправляет. Это какая гордыня! Недаром Ольве Толстом Амбросий Оптинский сказал, хотя он и лев, да, но не смог победить себя. Гордый очень! А теперь тот человек, о котором я сейчас сказал вам, который исправил молитв Отче наш. Знаете, кто? О, Франческо! Папа Франциск! Этот иезуит, который посмел коснуться Евангелия, которым никто ещё до этого не делал. Даже Папа Римский этого не делали. Объясняйте сколько угодно, как понимать эти слова. Но чтобы исправить, это что такое? Так вот, Лев Николаевич, к сожалению, к сожалению, видите, тоже давай исправлять Евангелие. И дошёл. Не противьтесь злу. Давайте. Выпускайте бандитов всех. И пусть они царствуют в нашем мире. Много вопросов, связанных с неверующими родственниками или с воспитанием детей. Пишет мама двоих маленьких детей. У нас православная семья. Сегодня в мире происходит много катастроф, стихийных бедствий, серьёзных болезней и прочего. От этого на душе постоянный страх и тревога. Стало понятно, что это страх за земную жизнь своих близких и свою. Теоретически понятно, что на всё воля Божья. Молюсь, по возможности причащаюсь, разговариваю с батюшками, стараюсь не смотреть и не слушать новости, пью успокоительное. Но состояние возвращается, стоит только невольно услышать что-то нерадостное. Что посоветуете? Есть ли молитва, то на что сделать акцент? Молитва – великое, конечно, дело. Но вы обратили, наверное, внимание, что разуметь под молитвой. Я сказал о том, что молитва без внимания – это не молитва. Но хочу сказать ещё о другом, всезвязвычайно важном моменте. Мы уже привыкли, и не только привыкли, а сейчас распространяется с какой-то невероятной силой. Это молитва, молитвы о своих скорбях, несчастьях, болезнях, бедах. И вообще все молитвы почти сводятся только к этому. Вы обратите внимание, приводят вот мощи, в Москве, например. И посмотрите, с чем приходят туда люди. С чем приходят? Вы знаете. Едва ли вы найдёте человека, который подходил бы, например, к мощам святителя Николая и молился бы святителю, отче Николаю, помоги мне избавиться от зависти? Нет, ну что вы! Ну что, он с ума сошёл, что ли, от зависти? У меня печёнка болит, а вы от зависти. Нет! Духовные проблемы нас не интересуют! Мы же не христиане, мы же язычники! Всё язычество чем наполнено? Исканием, исканием земного благополучия. И больше ничего не надо! Ничего больше не надо! Никто не молится «Избавь меня от тщеславия! Избавь меня от злобы, от осуждения! Что вы? Вот беда-то наступила! Мы совсем забыли о смысле молитвы! А вы знаете, что святые пишут? Вот, об этом. Хотите, зачитаю вам? Ещё пока есть! Он, Варсенове Великий, пишет «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». А вы знаете, что я хочу вам сейчас зачитать? Какую интересную вещь! Например, в Псково-Печерском монастыре сейчас был такой старец, Адриан. Он сначала был здесь, строить Сергею Лаври даже какое-то время. Занимался отчиткой. Всё, что такое отчитка, это вы все знаете, конечно, хорошо. И там он отчитывал. И вот он буквально в прошлом году или позапрошлом скончался. И вот, что пишет о нём иеросхемонах Валентин Гуревич, духовник Донского монастыря, который был его близким, очень близким, ну, чадом, послушником. Зачитать вам, что он пишет? Очень! Я думаю, вам интересно! Цитирую. Вы это можете прочитать. Пожалуйста, я вам могу дать адрес прямо православия и РУ 20 мая 2018 года. Итак, в своих беседах не задолго до смерти отец Адриан озвучил удивительную вещь. Он просматривал свою жизнь. Просматривая свою жизнь, понял, что вся его деятельность по отчитке бесноватых была напрасна с точки зрения помощи самим бесноватым. Не было, говорил старец, ни одного такого случая, чтобы я кому-нибудь на самом деле по-настоящему помог. Потому что на место изгнанного беса потом приходили семь злейших духов. И эти люди снова появлялись на отчитках. А ещё он сокрушался, этот старец. Это же Господь попускает беснование как крест, а я пусть и по любви, но эти кресты, получается, снимаю? Какое раскаяние! Не правда ли? Кстати, это очень пригодится всем тем, которые, так сказать, думают, советуют или своих кого-то вводят на отчитку. Слышите? Кстати, святые отцы святые отцы никогда не касались этих вещей. Никто из них практически никогда не отчитывал. Никто! Это редчайшие случаи были, когда занимались отчитками. Ещё бы! Преподобный Сергий был никогда! Серафим Саровский никогда! Ну, что вы! А теперь пошло! Пошло! Теперь до чего докатились? Вообще до чего докатились? Торгуют молитвами! Хотите, чтобы помолиться о вашем больном или о вас? Гони монету! Прочтём Акафист. Кто прочтёт? Не знаю! Посылайте туда за одного человека 700 рублей. Если четыре Акафиста – полторы тысячи. Спешите! Видите, выгодно! За один Акафист 700, а за четыре – полторы. Четыре секретаря. Вы понимаете, о ком я говорю? Головин. И шлют туда бывший отец, с которого сняли сан, ещё бы превратить молитву в торг! Это что, под флагом каким лукавым, где двое или трое соберутся во имя моё, давайте соборную молитву! Почему благословение вы это делаете? На молитву собирают кто? Священники какие? У нас есть священно-началие – всё! И вдруг вопреки прямому даже запрещению, потому что есть храмы, собирайтесь, молитесь! Нет, нет! Храмы неинтересны! А туда заплатишь, и за тебя прочтёт тот Акафис. Кто? Чего? Вообще, вы знаете, это прям какая-то беда! В Иерусалим, на Афон, куда только нет! Это во что превращают христианство? Фирма! Да? О, ловкие люди! Нашли! Играют на простодушие, на доверчивости людей! Кто-то там прочтёт Акафист, видите ли! Никогда таких вещей не было в истории, что это происходит! Этой женщине надо сказать поэтому, что каждого, у каждого из нас, как мы уже говорили, в жизни происходит всё то не потому, что Бог кого-то наказывает. Этого нет! Исаак Силин пишет, Бог ничего не делает ради возмездия. Вы слышите? Ничего не делает ради возмездия. А всё происходит, Он, говорит, смотрит только на ту пользу, которую это может принести человеку. Так вот, всё то, что случается в нашей жизни, это, оказывается, соответствует нашему духовному состоянию. И если мы хотим хотя как-то изменить, изменить, чтобы и внешняя жизнь изменилась, мы сами должны меняться. И молиться надо не о том, что Господи, избави меня от этого прыща или чирия, а молиться о том, Господи, прости меня за мою зависть, за моё лицемерие. Один только есть способ нам исправиться, это для этого надо исправиться внутри себя. Тогда будет исправляться постепенно и внешняя жизнь. А молиться, ещё раз говорю, надо не просто молиться. Молиться. Что такое молиться? Я даже не знаю, о чём она пишет, что она молится, что это такое. Вы же знаете, что можно и причащаться, даже не используя во вред. И исповедоваться можно, оказывается, даже, можно во вред. Даже. Когда неискренно, лукаво, лицемерно и причащаться, без соответствующего сокрушения сердечного, без осознания своей греховности, своего недостоинства, тогда само причастие даже может повредить человеку. Надо вести правильную жизнь. Как? Стараться жить по евангельской совести, насколько это возможно. И молиться, молиться не о чём-нибудь, а молиться, Господи, помилуй за грехи и помилуй детей моих, я думаю, что, может быть, тогда она сможет и исповедоваться вернее, точнее, и причащаться с большей пользой, и, глядишь, Господь и поможет. Но надо помнить, никаких случайностей нет в нашей жизни. Нет! Всё происходит закономерно, в полном соответствии с тем, что творится в наших душах. И до тех пор, пока мы наши души не начнём очищать, не будем надеяться на то, что наша жизнь станет лучше. Потому что духовные законы, духовные законы непоколебимы, как и законы материального мира. Вот. Поэтому действительно блаженны чистые сердцем. Эти люди блаженны. в каком смысле? И чистота совести даёт возможность и миру душевному. И действительно поможет во всех отношениях и нашей внешней жизни. Несколько вопросов о детях. Как вести себя верующим родителям, если дочь 16 лет, не принимает Бога? Сын и громан, как с этим бороться? Как привести взрослых детей к Богу? Я бы тоже бы спросил бы этого. Как быть, когда я уже на курок нажал, поле летит, как бы мне изменить её траекторию? 16 лет только мы хватились. Поздравляю вас, матушка! А что же вы 16 лет делали, интересно? А теперь только увидели результаты. Теперь результаты увидели, что мы делаем только. Мы не воспитываем совершенно людей, своих детей. Совершенно не воспитываем. Мы не объясняем им, что такое православие, что такое христианство. Не объясняем же. Мы не отвечаем на их вопросы. Мы не смотрим, чем они занимаются в этом несчастном телефоне. Что они читают? С кем знакомят? Чем живут? Мы не занимаемся совершенно... А в 16 лет, в 15 лет, в 13 лет или таскаем силы в храм, ничего не объясняя даже. Не объясняя элементарных вещей. Мы учим детей молиться и в конце концов или нет? Нет! Самое большее наизусть скажет Богородица Дева. Радуйся! Молиться надо научить, а не вычитывать молитвы, потому что сами не молимся и детей не учим. Результаты получаются, когда уже наступает этот переходный возраст, когда там всё бурлит, действительно всё бурлит. Это верно! Это процесс очень непростой. Так, здесь мы хватаемся тогда за голову. Но надо же всё-таки немножко же думать. Здесь мы пожинаем уже плоды. И скажу об одном. Ни в коем случае нельзя заставлять уже в этом возрасте ходить в храм. Требовать, чтобы веровал. Требовать, чтобы были иконы. Требовать, чтобы носили крестик. Нет, нет, нет! Я помню, как один позвонил мне, скажите, что мне делать? Мой друг никак не хочет принимать крещение. Ну, вы знаете, я в экстаз вошёл. Я говорю, слушайте, я от вас, ну, никак не ожидал этого. Вместо того, чтобы спросить, что сделать мой друг, что сделать, чтобы друг мой поверил в Бога, во Христа, в Евангелие, вы спрашиваете, он не хочет креститься. Всё перевернули с ног на голову. Что это, крещение магии, что ли, какая-то? Ничего не даст крещение, если человек не верует. Ничего! Не только ничего! А помните слова, какие Господь сказал? Кто верует и крестится, спасен будет. А кто не верует, то есть, и примет крещение, осуждён будет. Вот это мы никак не хотим верить. Нельзя таинство принимать без веры. А мы что делаем? Что мы делаем? Вы только почитаете, что пишут святые отцы даже о крещении младенцев, и тогда увидите. Вон святой Николай Кавасилов что пишет даже. Младенцы, которые крестят, как несовершенные умом, они и крещение принимают несовершенным образом. Мы на это не смотрим. На крещение смотрим, как на магию. Да мы же не язычники же! Неужели вы думаете? Я обращаюсь ко всем. Неужели вы думаете, Духа Святого заставить войти в человека тем, что окунёте его и преднесёте слова эти? Это только язычники так думали! Не может Дух войти в Божий там, где сердце не готово человеческое! Вот в чём дело-то! Это же надо понимать же в конечном счёте! Игнатий Бринчинин, наш святитель, пишет, какая же польза от крещения, когда люди принимают его, не зная, что это такое! И дальше продолжает. Какая польза от крещения младенца, когда они, принимая его, затем воспитываются в языческом духе! Какая же польза! Вы что? Прямо язычники настоящие! Главное – крестить! Главное – причасти! Да вы знаете, даже медицина вам что скажет? Что медицина говорит? Например, некоторые лекарства нельзя принимать, нельзя принимать, если человек, например, выпил что-то алкогольное! Вот при давлении... Я забыл... Сейчас я вам скажу... Вот если... Сейчас... Клофелин... О! Клофелин! Вот если клофелин, например, приступа гипертонического, так? Если человек перед этим выпил что-то, так? И ему дайте клофелин, вы можете отправить его на тот свет! Нельзя! Так же нельзя и крестить! Так же нельзя и причастить! Апостол Павел прямо пишет, оттого многие из вас болеют и умирают, потому что недостойно, без веры, без подготовки принимают таинства! Вы слышите, оказывается, какие-то таинства, что такое! Бог! Мы с Богом соприкасаемся! А Бога нельзя заставить войти, произнеся какие-то слова и действия! Он на сердце смотрит и на ум человека! Неужели мы этого не поймём? Как важно это знать! Поэтому и детей надо воспитывать в правильном понимании! Вот в чём! Они так, когда стукнет 13-15 лет, тут хватаемся за голову – ах, что делать! Здесь что делать уже? Постараться никаких насилий! Никаких! По-хорошему! Насколько можно! Если вы способны ответить на вопросы! Вот ребёнка, который говорит – а зачем мне? Скажите, зачем? А кто такой Бог? Скажите! Кто такой Бог, если можете? А зачем я должен исполнять заповеди? Ну, ответьте! А что это такое причение и крещение? Скажите! Скажите! А вы что хотите? Ничего не ответив? Ничего не ответив! Хотите, чтобы он веровал? Как он может веровать? Как он может веровать? Ответьте! А чтобы ответить что? Надо самим, оказывается, начать интересоваться, знакомиться, читать, чтобы ответить ребёнку на эти вопросы! Надо образовываться! И отвечать ему надо, объяснять ему надо ребёнку! Тогда только не будет вот таких ситуаций, что вдруг в 15-16 лет человек не верит в Бога и прочее! Правильно делает! Он честно говорит! Я не верю! Вообще он не верю! Он никакого Бога не чувствует! И ничего не знает! Почему я должен верить в него? Не понимаю! Я на экзаменах! Если студент говорит, вот, Господь сказал! Я говорю, что ты сказал? Какой Господь? А кто это такое? Ну-ка, отвечай! А кто это такой Бог? А ты с какой стати взял, что Он есть? Ну-ка, отвечай! Все прочие сидят и сияют от восторга! А он начинает потеть и краснеть! Давай-давай, голубчик! Ишь, ты придумал какой-то Бог! Вот как надо! Если мы будем, надо трудиться для того, чтобы ребёнок наш получил какие-то знания, был действительно верующим и стал порядочным человеком! Трудиться кому надо? Нам! Родителям! А то мы хотим... Как? Наверное, все знают и помнят, кто слушал меня! Хотим, чтобы дети были ангелочками, а сами – деволочки! Вот тогда ничего и не получается! Алексей Ильич, вопрос! Страдаю от одержимости! Посоветуйте, пожалуйста, что делать! Ну, надо узнать, от какой одержимости страдает! Вот в чём делать! Если это беснование, действительно, и это не ему кажется, а действительно об этом могут сказать и другие люди, что действительно это так, что действительно беснование, то относительно этого опыт, опыт очень многих говорит прямо, говорит, что нужно делать. постараться в той степени, в какой этот человек сам ещё и осознаёт, и может что-то делать. Первое! Первое! Принять это так, как мы, например, принимаем. Родился с одним глазом – что делать? Родился слепой – что делать? С какой-то другой болезнью – что делать? Что делать? Да! Да! Значит, для меня это наилучший, значит, путь, «Ибо я верю, что Бог есть любовь!» И моя жизнь только начинается здесь, а не исчерпывается этой землёй! Это, мне, значит, самый лучший способ подготовки к жизни! Жизнь открывается в вечности! Значит, здесь что? У каждого, как мы говорим, свой крест! Кто без глаз, кто без ушей, кто хромой, кто слепой, кто в чём, кто глупый, кто неспособный, и что же делать? Что делать? В терпении вашем стяжите души ваши! Мы должны в конце, если мы верим Бога, если мы верим в Бога, то мы даже, Господи, благодарю Тебя, помоги мне! Благодарю Тебя, потому что я понимаю, что это только подготовительный этап к жизни, а не сама жизнь! Сейчас! Только момент подготовительный! Здесь мы только экзамен сдаём! Эта земная жизнь – только экзамен на то, как ты, человек, распорядишься своей совестью вот в этот, в этот миг, миг своего существования! Сдай экзамен сейчас! Сдай! Как? Благодари Бога! Скажу вам так! Тот, кто принимает, принимает свои болезни, свои несчастья, как естественный, если хотите, и необходимый, если хотите, результат из своей жизни, и как необходимые условия для получения правильной, вечной жизни, тот человек получает уже здесь утешение! А если он будет бунтовать, он и здесь будет страдать! Всё время будет страдать! Недовольный человек всё время страдает! Недовольный всегда страдает! Вы понимаете? А если я с этим смирюсь и пойму, что это для меня значительно и лучшее, то не только мне будет легче, но очень возможно, слышите, очень возможно, будет и исцеление от одержимости! Алексей Ильич, вот вы говорите, что каяться на исповеди нужно только в тех грехах, в которых обличает совесть. Как услышать голос совести? Ну, это я так сказал, а вообще-то я исповедуюсь иначе. Я пишу вот такой вот лист, вот, на нём пишу всё, что только можно. Даю батюшке, подхожу на исповедь, а сам пока в магазин схожу, он читает там грехи мои. Вот так. Как услышать совесть? Господи! Только что мы говорили. Надо всё-таки хоть немножко сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия. Ну, надо-ка читать, значит, всё-таки Евангелие. Придётся читать. Почитайте, что пишут апостолы, как пишут, что они призывают, призывают. Человек, отложить всякую злобу, всякую неприязнь, будьте братолюбивы, помогайте друг другу, будьте милосердны. Ну, Господи, надо же читать немножечко. И... заговорит тогда моя совесть. А я-то, оказывается, не такой. Не судите, да не судим и будете. А как это не судите? Когда вокруг меня такая дрянь! Все! Вот совесть и заговорит тогда. И тогда, может быть, и покаюсь. Потом надо каяться... Обязательно надо каяться после каждого греха! Обязательно надо каяться после каждого совершённого греха! Перед Богом, перед Богом, не перед батюшкой! Не за батюшкой бегать, а перед Богом! Вот что надо делать! Зачем вот эти утренние и вечерние молитвы? Вечерние молитвы для чего не даны? Именно с этой целью! Если молитву не читаете, читайте своими словами! Покаяться надо! Вот, вспомнить свой день! Свой день! И покаяться в том, что делали! Не оправдывай себя ни в чём! Перед Богом не оправдаешься! Вот, что требуется! И надо это вечером обязательно! Для этого не нужно много! Буквально две-три минуты хоть! Надо же очищать свою совесть! Слушайте, мы комнаты убираем! Бельё стираем! Сами умываемся! Душу? Никогда! Что же это такое? Самое главное! А душу не собираемся даже умыть и очистить! Ну, верующие люди! Ну, мы молодцы! Действительно! Надо вечерком это делать! Вот так! Вопрос! Иногда в монастырях предупреждение, что поминовение с выниманием частиц может совершаться только за тех, кто исповедуется и причащается, за других нельзя, так как это может принести вред тому, за кого вынимается частица. У него начнутся скорби и испытания. В списке, за кого нельзя подавать поминовения на праскомидию, богоборцы, атеисты, пребывающие в грехе и не желающие оставить и так далее. Большой список ссылаются на Симеона Солунского. Это безобразие! Безобразие! Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию! Говорит сам Господь! А мы теперь из себя строим праведников! А это богоборцы! Да богоборец знаете кто? Вот я, христианин, который постоянно живу вопреки Евангелию! Вот-то такой богоборец! А тот, кто открыто говорит, что Бога нет, – это чепуха! Самый страшный враг человека – это сам человек! Никто так не убивает мою душу и не сможет убить, как я сам! Неужели мы не понимаем этого? Я убиваю себя! Я раню, по крайней мере! Потому что каждый грех есть рана! Я осудил человека – вот себе процарапал гвоздём! Позавидовал – вот себе вонзил! Неужели не понимаем это? Вообще, я вам скажу, это такое лицемерие, это страшное лицемерие! Это просто беда, что это делается, если это где делается, в каких монастырях, какие праведники нашлись! Мать за кого больше страдает? За здорового или за больного? Ну, ясно, за больного! Здорового – он говорит, отстаньте! Вы-то видите, я же ему – вот, больного! Церковь – это и есть мать! И она должна особенно даже молиться! За кого? Вот за тех, кого там называют – богоборца и прочее! Особенно должна молиться! А есть каноны, конечно! Ну, некрещеный человек – ну, ладно! Или отлученной церкви – его на проскомиде, допустим, нельзя! Ну, это просто правило! Но молиться-то за него, конечно, можно и нужно! И особенно даже молиться надо! Чем сильнее болезнь, тем больше внимания мы обращаем к этому человеку! Так поступает мать! Так должна поступать и церковь! А эти – это фарисеи! Те фарисеи и праведники, которых осудил Господь! Горе вам, книжники и фарисеи! Потому что гробы окрашенные! Они не богоборцы, оказывается! Вот эти, которые запрещают молиться, они богоборцы! Потому что не дают возможности помолиться за человека, который особенно нуждается в молитвах! Потому что находится в особенно тяжёлом состоянии! Вы слышите? За него особенно надо молиться! А здесь наоборот! Не принимаем! Ах! Ой! Куда же я попал? Что это за какая секта? Церковь превращают в секту! Извините меня, что я так говорю! Может быть, слишком сильно, но это так и есть! Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию! Как призвать? Молиться! Всегда ли скорби являются признаком греховной жизни человека? А, это очень хороший вопрос! Это очень хороший вопрос! Вы знаете, когда праведный Иов, если кто когда-то читал Библию, может быть, когда Библию, то там есть история об Иове! И у него там... Это очень интересная история! И, в частности, там именно у его друзей, которые пытались его сказать, чтобы он, ну, сознался, что он делает что-то не то, ну, именно пытались эту мысль провести, что скорби является причиной его... ну, является, ну, наказанием Божиим, что ли! Вот так! Дело вот в чём! Ещё раз я повторяю! И скорби нашей радости, и то, и другое, являются ничем иным, как следствием нашего состояния внутреннего, духовного состояния. Скорби совсем не означает, что этот человек, значит, особенно какой-то грешный, а тот, у кого всё благополучно, значит, он праведный. Это чистейшей воды иудаизм. Знаете, есть такая религия, иудейская религия – иудаизм. Когда Христос сказал трудно богатому войти в Царствие Божие, то ученики изумились. А кто ж тогда спасётся? Потому что по иудейскому воззрению, если человек богатый, значит, он праведный. Потому что Бог даёт ему богатство. Вы слышите? Бога свели на какой уровень? Вы слышите? На уровень того, который даёт земное благополучие. Не в вечность оставьте вы своё там Царство Божие и вечность. Ты здесь богат, ты, значит, праведный. Ты бедный, значит, ты грешный. Помните, когда был слепо... Христос исцелил. Кто виноват? Он согрешил или родители его? Христос отказался, сказал – ни он, ни родители. Нет! Нет! Но чтобы явилась сила Божья на нём... В общем, скорби, так же, как и благополучие земное, совсем не означают, что это действие Божие, проистекающее из праведности или грешности человека. Причина не в этом совсем, а в другом. В чём другом? Вы знаете, в каждом конкретном случае, по-видимому, требует отдельно рассуждать. Человек богатый, начинает раскошствовать, не заговорит ли совесть? Несовестно ли станет, когда видят друг бедного, у которого куска хлеба нет, а я изобилую? Может быть, пробудиться? Может, ты осознаешь? Можешь обратиться к Богу? Может, покаешься? Наоборот! Человек нищий, а он, ты, не поймёшь ли, не задумаешься ли о том, что это для тебя, может быть, самый лучший способ, благодаря которому ты приобретёшь хоть маленькую долю познания себя? Познание себя! Когда человеку хочется быть ему и богатым каким-нибудь, и славным, и прочее, ты увидишь свои страсти, которые у тебя, и богатство, и скорби, или бедность, лучше сказать, посылает Бог для того, чтобы каждый, в зависимости от особенностей его личности, скорее и точнее увидел себя, познал себя, познал свои страсти. Для кого-то лучше познать свои страсти, быть бедным, для кого-то – богатым, ибо суть, смысл человеческой жизни, земной жизни человеческой, сводится к чему? К познанию себя! Вы слышите? Весь смысл нашей этой жизни – познанию себя! То есть, чего познанию? Познание своих душевных, духовных болезней, своих, как мы говорим, немощей, своих недостатков, своих страстей! Вот то, о чём мы с вами говорили, я не могу делать то, то, то! Я не могу ни завидовать, ни осуждать и так далее! Познание себя! Вот в чём дело! Потому что через это познание человек смиряется и становится способным к принятию Бога! До тех пор, пока человек не смирится, Бог ему не нужен! Вы понимаете, в чём дело-то? Я не могу принять Бога! Не нужен Он мне! Я сам! И каждый человек рождается с разными задатками! И поэтому каждому по силам его, как сказано в Евангелии, даётся или то, или другое для познания себя и направления своей жизни по заповедям евангельским! Вот, оказывается, суть дела в чём? Весь смысл человеческой жизни – увидеть, наконец, себя, кто я есть! Кто я есть? А кто я есть? Не тронь! А то пойдёт вонь! Вот увидит, когда этот человек, независимо от того, богатый, одному это богатый увидит, кто он такой, другой бедный тоже увидит, что он такой, и, оказывается, оба тогда они, оба они станут достойными действительно Бога и Царства Божия! Спасибо! Продолжение следует...